Рады ли вы приближению лета? Большинство наверняка ответят, ну конечно. А вот родители детей школьников, особенно школьников начальных классов, скорее всего скажут, да, но. Теперь придется думать о том, куда девать детей. Каникулы длятся три месяца, а взять отпуск хотя бы на месяц сразу могут себе позволить не так много мам и пап. Смены в летних лагерях сократились, опция бабушка в деревне теперь тоже редкая. Понятно, что часть времени детям придется пробыть дома один. И если раньше многие гуляли во дворах, то теперь большинство сидят дома за компьютером. Как бы их оттуда вытащить? Я эти каникулы прямо с таким мандражом жду. Для меня боль – это вот залипание в компьютере. А вот наша мама совсем не боится нас оставлять одних дома. Когда я готовила блины, у меня сковородка загорелась. Прям один из страшных страхов родительских. Открываешь дверь и думаешь, что сейчас будет? Чтобы понять, что же делать с нашей родительской требугой, нужно посмотреть нашим страхом в глаза. Признайтесь, опасаетесь ли вы летних каникул? Сейчас уже нет. У меня взрослая дочь, поэтому эта проблема уже ушла. Но вспоминается она с большой болью, с большим страхом. То есть это были такие волнительные моменты, когда приближалось лето. Я думала, куда деть ребенка? Бабушек нету. Муж в постоянных командировках. Я одна. То есть, ну, как-то справились. И сейчас я вспоминаю это уже с таким хорошим-хорошим опытом. Как вы выкручивались, Юля? Мы сели со своей дочкой и решили, что я составляю ей маленький план на день. То есть какие-то маленькие задачки, которые она может решить. Ну, незначительные. Помыть посуду, убрать там в комнате, протереть пыль, прочитать 10-15 страничек книг, которые задали на лето, заняться каким-то отдыхом каким-то. Постоянно, конечно, мы все это было на связи. Я звонила, она мне говорила, мама, все хорошо. То есть это был ребенок с дистанционным управлением? Пока да. Ну, первое время, конечно, да. Но за это она получала вознаграждение. За прохождение всех маленьких этих задачек мама приносила ей или наклеечки, или что-то вкусненькое. И она знала, что она сделает все эти задачи, и мама принесет подарочек. То есть это был для нее такой стимул. И она все выполняла. Насколько это было эффективно? Ведь мама же может список написать, и не факт, что ребенок будет его делать. У нас была главная мотивация. Я говорила, что если мы с тобой все лето проведем в таком дружелюбном, скажем так, как ты будешь выполнять, я тебя буду награждать, то в конце лета я подарю тебе котеночка, друга. И для нее это было такой большой-большой-большой мотивацией. То есть она знала, что если она будет это выполнять. Но задачки были, скажем так, они были не сложные, маленькие, не такие, чтобы ее это напрягало. Это было как бы так между делом. Поиграли, почитали. То есть маме позвонила. Мам, я покушала, я почитала, то есть я поиграла. Какие-то игры мы с ней обсуждали. Чем ей заняться, ей тоже подсказывала. Там разбирался мой гардероб. Мы играли в магазин одежды. Я приходила вечером, у меня все вещи были разобраны. Она была там во всех этих нарядах. То есть мы с ней в форме игры все это было. Мы буквально с ней вчера сидели и разговаривали. Мам, какая ты молодец, что ты мне ставила такие задачи, ты меня к этому приучила. Потому что, будучи уже взрослой, она завела себе тоже такой дневничок. Она ставила писать себе план на день, план на месяц. Получается, вот такой вот детский тайм-менеджмент привел к тому, что сейчас она умеет планировать свое время. Я планировала в институте. Я планировала сейчас, будучи замужем, свой бюджет, свои цели, свои какие-то... В работе мне это очень помогает. Ты, говорит, большая молодец. Мне это, говорит, вроде как какая-то мелочь, но она привела меня к достижению... Какой-то вот этими маленькими целями, задачками, к достижению больших целей. Ну, скажу по опыту, не может такого быть, чтобы ребенок просидел там месяц дома один и ничего не натворил. Ну, было всякое, было, было. Самое неприятное, что вспоминаете, сейчас, наверное, это уже смешно. Я плакала в тот день. Я помню, почему-то у меня стояла рассада, уже были каникулы, рассада как-то стояла, столь холодно было, не помню. У меня был полный подоконник рассады. Помидоры, там, перцы, что-то еще чего-то. И вот она мне звонит, говорит, мам, ты только не ругайся, но... После этой фразы все родители сразу напрягаются. Ну, видимо, овощей у нас в этом году не будет. Ну, как-то так что-то в этом духе. Я говорю, в смысле? Она говорит, упало все. Говорю, что все? Вся рассада упала. То есть я не знаю, что она делала. Ну, там, к ней подружка приходила. Что-то они, видимо, там, играли, кидали там мячики. Я не знаю, что было. Но когда я пришла, вот это вот помидоры, грязь, вот это ящики, все перевернуто. То есть, ну, там, полностью вот все, что я там посадила два месяца, растила. Поплакала, посидела, что-то там достала, что-то там сунула обратно. Ну, что делать? Ничего, это ребенок. Так что все было. У меня дети остаются когда одни. Я с ужасом прихожу домой. Ну, и открываешь дверь и думаешь, что сейчас будет. Поэтому я эти каникулы прямо с таким мандражом жду. Кока-кола на потолке. Это уже неудивительно. Если все это, все разбросано. Тоже уже не удивить меня. Ты не пишешь списки детям. А толку от этих списков? Помыть посуду, почитать, убрать. Говоришь, говоришь. Ну, к чему пришла? Ну, от чего ушла, к тому и пришла. То есть, гора посуды, то есть, еще там какой-нибудь попкорн ожаренный воняет по всему дому. Попкорном, там, чипсы под кроватью. То есть, это мальчики. Пытаешься их организовать как-то, зачем-то мотивировать. Этого хватает, ну, буквально, наверное, 3-4 дня. Они такие прям вот хорошенькие, прям такие цыпочки мои. А потом опять все. А что их, кстати, мотивирует? Денежный эквивалент мотивирует. Мотивирует какая-то поездка. Мотивирует, но стараешься как-то от этого немножко, от денежного эквивалента уходить, потому что это начинается как потребительство. То есть, ты мне должна за что-то, вот что я делаю. То есть, это не, он воспринимает не как обязанность убрать свою комнату, потому что он там больше находится. А то есть, ты мне должна. И поэтому мы так немножечко плавно немножко уходим от этого. В общем, ты попробовал, но последствия тебе не понравились. Да, да, да. Ну, то есть, если это мотивация, то есть, ну, конкретно уже за что-то, вот прям вот, действительно, когда он сам сделает. Что тебя, может быть, напрягает больше всего? То, что они без присмотра. То, что они могут, старший может не разогреть, покушать. То есть, они могут на каких-то бутербродах там просидеть, на чипсах, на газировке. Вот это вот меня больше беспокоит. То есть, бардак и всё остальное, там, поломанные какие-то вещи, меня меньше всего беспокоит вот то, что вот они сидят на каких-то там бургерах и газировке. У нас не было, да, каких-то таких криминальных вещей, как бывает. Так мы тут про криминальных не говорим. Не было таких серьёзных каких-то проблем летом, но беспокоит то, что вот так же пытались. Ну, наверное, то, что мальчики пытались. Сделай это, почитай это, то-то, то-то. Приходишь, ничего не сделано, всё как на тех же местах, что и было. Правильно, гора посуды не то, что помыть, посудомойку не разбирает. Погреть себе, поесть, вот это волнует. Не греет. Почему? Потому что залипает в компьютере. Для меня боль – это вот залипание в компьютере. Сидят, мы есть не хотели. Как только мама появилась на пороге, начинается, что мы уже, оказывается, и вспоминаем, что мы есть хотели. Послушайте, я тоже замечала, что у моих детей на меня какой-то пищевой рефлекс. То есть я появилась дома, и сразу просыпается аппетит. А раньше, почему вы не ели? Вот же вся еда стояла. А мы не хотели. Не хотели, потому что хотели играть в компьютер. А мама пришла, это красный флаг, что пора прекращать компьютерный день. Ну, судя по мимике Глеба, он как-то это всё воспринимает по-другому. Глеб, как бы ты описал, что происходит у вас летом дома на каникулах? Я обычно летом дома не была, я больше гуляю. Поэтому я не знаю, что там дома происходит. То есть ты гуляешь, выполняешь мамины задания, убираешь, читаешь по программам? Ну не то, что мамины задания, я просто гуляю. А мама вот считает, что ты очень много сидишь в компьютере. Неправда. Это обман. Он считает, что это немного. По сравнению с его друзьями, несколько часов, там 4 или 3, это немного. Есть дети, которые сидят с утра до ночи. Вот у детей своё представление, что такое много. А для нас, родителей, конечно, если он световой день сидит, это, конечно, вопрос волнительный. Да, надо отдать должное, когда у Глеба есть друзья. Он ходит, гуляет, общается, но проблема другая. У этих друзей, например, есть деревня или что-то, они уехали. И тогда остаётся ситуация, когда ему не с кем идти гулять. И вот тогда вдруг компьютер приходит на помощь. Для тебя каникулы – это проблема, тебе скучно, ты не знаешь, чем тебя занять? Нет, наоборот. Всё хорошо, каникулы – это прекрасно просто. Скоро наступит лето, может быть, ты в предвкушении. У тебя освободится время, наконец-то, для чего-то по-настоящему для тебя важного. Для чего? Позаниматься младшим братом, может быть. Повоспитать его. И как же ты воспитываешь младшего брата, расскажи? Ну, говорю, как нужно делать, как нельзя делать. Например, когда он прибегает ко мне в комнату, когда я делаю уроки, и начинает кричать «доги-доги, кушаем ноги», я ему говорю, что так нельзя делать. А он всё равно продолжает. Вот сейчас, когда освободится немножко времени, я ему по-нормальному уже объясню, почему так не надо делать. А вот наша мама совсем не боится нас оставлять одних дома. Это ещё почему? Потому что мы сами организовываемся, и не только мы, ну, как бы, сёстры, а ещё и своих друзей тоже организовываем вместе. Это как у вас получается? Летом мы ставим небольшие представления для людей все вместе. Мы собираемся, ну, я, Оля, мои друзья, и вместе делаем какие-то небольшие представления, там, например, церковые, вот. Мы подготавливаем номера, выбираем костюмы какие-нибудь, ну, вот, подбираем, что ты за одеждой подходящий. У кого какие таланты, то того мы, как бы, и берём на занятку. Например, вот Оля любит танцевать, и мы ставим ей танцевальные номера. А где вы выступаете? Где вы это всё показываете? Вдвое. Вдвое всегда. У вас есть там какая-то сцена? У нас стоит детская площадка, такой, как бы, металлический комплекс небольшой. На него мы вешаем, как бы, занавес наш. Где вы его взяли? Ну, сначала мы занавешивали пледом, а потом у нас, как бы, ну, появилась какая-то ненужная ткань, и вот мы стали её использовать. Мы подвешиваем её, и получается вот такой занавес. Кто приходит смотреть ваши спектакли? Ну, какие-то дети какие-то из нашего дома, из соседних домов. А как они узнают, что нужно прийти и посмотреть? Мы объявления вешаем. Мы развешиваем объявления по всем дворам. Ещё иногда ходим сами, как бы, за завами наше представление. То есть во всякие дворы и, как бы, за завами. А не приходят со своими стульями? Нет. Ну, в основном, у нас, как бы, мы стоя, потому что у нас не совсем, как бы, не очень длинные, там, по минут 15, так что там не сильно устаёшь. А сколько времени занимает вот подготовка такого спектакля? Ну, целый день. А вот люди охотно приходят на ваши спектакли? Было такое, что вы вот подготовили, так старались, а потом зрители не пришли? Ну, достаточно меньше людей всегда бывает утром, потому что кто-то спит там ещё, кто-то ещё куда-то уходит. А вот вечером у нас прям достаточно много всегда собирается. Ваши зрители как-то поощряют вас, как юных артистов? Да, частенько как-то. Вы билеты продаёте? Да. Мы рисуем прям сами билеты, то есть нарезаем из бумаги по форме и сами вручную рисуем каждый билетик. Да. Много ли вам удаётся выручить за ваш спектакль? Ну, вот в прошлом году мы, я не помню за сколько месяцев, но мы заработали примерно две с половиной или даже больше тысячи рублей. Ничего себе. И никто вот из соседей вам не сказал, что что это вот вы, чем это вы тут занимаетесь, дети? Никто не ругался именно то, что вот это как-то плохо, ну как-то... С пониманием относились к вам. Ну, было такое, что какие-то, ну вот, были ребята какие-то, которые захотели, они не решили не попроситься к нам, а решили делать такое же, типа просто, ну как бы, да, повторить. У них получилось? Нет. И к ним никто не пришёл? Нет. Ну, они как-то... Они просто наш реквизит таскали. Да, они... У нас, вот наш цирк, у нас есть как бы такая фишка, там так построена детская площадка, что там такой промежуток, и есть ещё шведская стенка. И есть такой вот домик, откуда горка ещё идёт, и мы между этим ставили такую вот палку хорошую, ну как бы, из древесины, и вот на ней мы ставили танцы. Ну, то есть, как вот, есть танцы на бревне гимнастическом, вот у нас что-то вроде такого было. И вот эти ребята захотели, они забрали вот эту нашу палку и куда-то её спрятали. Но потом мы её нашли и тоже спрятали. Слушайте, какие страсти, я бы сказала, в вашем дворовом цирке! Ну, мы вот как взрослые люди, все прекрасно понимаем, что не может это быть, возникнуть вдруг. Я хочу узнать, чем вообще занимаются с вами родители и откуда у вас пришла идея сделать во дворе такой цирк. Ну, вообще, у нас очень творческая и деятельная мама. Может, от этого пошло, потому что мы с детства самого раннего на каких-то фестивалях всё время, на каких-то мероприятиях, где-то всё время что-то помогаем. И вот с раннего детства это как-то, видимо, накапливается. И, ну, по мне, вот дети, которые растут в такой среде, они начинают всё равно сами как-то это делать. Потому что это им тема интересна, раз они с самого детства это всё смотрят и видят. Вот. Ты так интересно обобщаешь, то есть и рассуждаешь вот о себе и о своём воспитании, как будто ты, ну, не знаю, посторонний психолог, а не девочка 13 лет. Как ты думаешь, что ещё повлияло на вас? Ну, мы ходили в лагеря. Какие лагеря, расскажи, Оль? В экологические ходили, там тоже спектакль кукольный ставили. Ну, и так. А ещё? Так, мы ещё на индийской смене даже были. На индийской? Да, но про Индию. Вот мы изучали как-то культуру их, какие-то, ну, вот, как у них, какой-то порядок в стране, какие у них традиции в Индии. Я правильно понимаю, это мама нашла вам где-то такой летний лагерь, прям в городе, да, где изучали традиции Индии. Как бы мама, она сама приложила участие к этому лагерю, то есть она и со своей, как бы, ну, хорошей подругой они, как бы, это организовывали. И так, экологический лагерь, лагерь индийский, ещё в каких у них? Гончарная смена. И роллерная. Роллерная? Да. Там вы что делали? На роликах катались. Вот, ещё была смена, сейчас я вспомню, как она, урбанистика была ещё. Да, ещё ландшафтный дизайн. И вам было интересно? Это же очень серьёзно, может быть, это же скучно. Нет, но это было очень интересно, к нам приходило много людей, которые рассказывали о своём опыте, о том, ну, как бы, что это такое, зачем вообще это нужно. Как вы считаете, вот вообще для нас, для городских родителей, летние лагеря, когда ребёнок утром ушёл и вечером вернулся, а там чем-то занимается, это выход? Это выход, потому что ребёнок организован, он уже знает, что ему нужно к определённому времени подойти, он знает распорядок, что будет там, что его вечером заберут, и всё-таки он будет ночевать дома. То есть это не такой вот куда-то уехал и с концами, как говорится. Для моих мальчишек это выход, потому что им нужно развиваться, и хорошо, что при школе у нас спортивной есть такой лагерь Киокушенкай, и вот они там две недели будут активно трудиться. Отличаются ли твои сыновья, когда они просто сидят дома и когда они ходят заниматься спортом? Конечно, отличаются. Во-первых, у них мотивация, они более усердные, у них нет привязки к телефону, я не знаю, то есть это как-то вот влияет, наверное, то, что они вот эту энергию там расходуют и приходят домой, они уже такие более спокойные, такие вот котятки им порисовать, почитать. Любят сейчас, знаете, как говорить, а вот раньше крестьянские дети, значит, по заранку вставали, наносят воды, дров там напилят, кур покормят, значит, скотину пастись выгонят, а наши-то, значит, лентяи. Что вы об этом думаете? Стоит ли обвинять наших современных детей в лене и неорганизованности? Ну, можно говорить, конечно, наши менее организованные, более избалованные, это, конечно, всё есть. Это мы, адекватные родители, понимаем. Но и времена изменились. Но если не нужно нести воду из колодца, да, что мы его будем заставлять с этим ведром идти подносить, нет, мы тогда его хотя бы энергию должны направить в то русло, которое, ну, скажем так, востребовано сейчас или интересно сейчас. Направлений сейчас довольно-таки много, да, куда можно ребёнку предложить пойти позаниматься. Но не все направления вызывают у детей отклик. У нас был опыт и лагеря, когда уезжает ребёнок и находится там определённую смену, но потом, пообщавшись, мы решили, что всё-таки вот этот формат городского лагеря нам больше подходит. То есть с утра ушёл, вечером дома ночует, ещё может пообщаться с друзьями и вечер провести, например, в семье. Ну, может быть, Глеб тогда был слишком маленький ещё. Глеб, сколько тебе было лет, когда ты ездил в лагерь? Наверное, это года два назад было. То есть ты уже был достаточно большой парень, тебе было 13 лет, правильно? Да. Что тебе не понравилось? Ну, атмосфера мне не понравилась самой. Какая именно, можешь ты сказать? Ну, там люди какие-то другие неприветливые они были для меня. Юль, а не беда ли это вот через мендерно интеллигентных семей? Ну, все знаем, что ты сотрудник галереи, наверняка детям читала книги, водила их к себе в музей. А там, наверное, что-то попроще. Есть такое дело, да. Хотя вот Глеб общительный у нас. И с одной стороны, мне хочется, чтобы он общался с разными людьми. Поэтому вот лагеря – это тоже выход. Ну, мы подумали. Во-первых, Глеб был в школьных лагерях, был в английском лагере, вот тоже, который дневного пребывания. И, конечно, обратили внимание на то, что интересует мальчиков – компьютерные игры. И решили идти по пути, скажем так, ну, летом, да, лайтовому пути, меньшего сопротивления, и найти какое-то направление, связанное с компьютером. То есть раз уже интересует IT направление, может быть, посмотреть и сделать из этого профессию? Да, или хотя бы посмотреть, типа, профопределение, какие компьютерные направления существуют. Пусть попробует окунется в разную деятельность с компьютерами, чтобы понять, нужно ему это, или все-таки это останется на уровне игр. Лето, как раз, и небольшой период времени, 2-3 недели, я думаю, что это оптимальное время для того, чтобы попробовать себя в этом. Сейчас у нас появилось довольно много лагерей разной образовательной направленности. И экологические, и иностранные языки, и IT-школы. Но как вы считаете, хорошо ли вот так вот детей нагружать? Может быть, они после этого приходят в школу уже уставшие, и потом 1 сентября не могут учиться? Так как это образовательно-развлекательный формат, и все-таки образовательная часть там небольшая, и дополнена разными развлечениями, экскурсиями, какими-то такими интересными мероприятиями, что это немного, это как раз раскрашивает летнюю жизнь. Усталость, конечно, присутствует, но это такая приятная усталость, когда ты чувствуешь то, что если ты устаешь, но приятно тебе от этого, то есть то, что ты научился чему-то новому. Чему ты научился? Расскажи. Научился пользоваться программами PowerPoint, Word, Excel, научился переустановить Windows, научился ставить сервера, обслуживать их, научился пользоваться командной строкой, научился работать с IP-адресами. Как-то так. Юль, как вот ты считаешь, Глеб изменился в этом IT-лагере? На его характер и на его самоощущение это повлияло? Моё мнение, что да, изменился. Во-первых, какой-то более деловой, что ли, стал. Не такой, скажем, как бы школьник, конечно, но вот с каким-то уже оперерным. Во-первых, во взрослой среде находится, там есть также взрослые люди, да, и это не учителя, это не родители, не родственники, это совершенно другие взрослые люди, с которыми ты общаешься. Плюс другой круг общения детей, таких же, которым интересна эта тема. И, конечно, какое-то вот это общение между собойчик такой, ну, скажем, полупрофессиональный. То есть он попал в среду увлечённых детей, да, и с определённым интересом, и тебя это как маму очень устраивает, да? В этом году младший брат уже вместе с Глебом пойдёт, теперь они вдвоём будут ходить, понятно, что на разные смены. Ну вот я спросила у младшего сына, хочешь ли ты пойти как Глеб, потому что он тоже, естественно, тянется за старшим братом и немножко уже тоже подсел на компьютерные игры, и он сказал, да, я хочу очень пойти. То, чему дети научились летом, оно же продолжается потом и в жизни. Мы прекрасно слышали историю Кати и Оли, вот мы ходили в разные лагеря, и теперь мы можем организовать мини-лагеря или какие-то представления у себя во дворе и даже привлечь к этому других детей, правильно? Теперь у вас нет проблемы занять своё время чем-то интересным, классным, полезным. Да, да. Повлияло ли вот нахождение в каких-то лагерях спортивных или IT на ваших детей? У нас, например, вот девятый класс – это проекты, и когда стали думать о том, какой делать проект, и мне нужна была помощь как раз компьютерная для нашей музейной деятельности. У нас в рамках музея есть школа этикета, и мы проводим занятия с детьми. Я Глебу обратилась за помощью, говорю, не хочешь ли ты, и, может быть, это будет твоим проектом, ты сделаешь для меня интерактивное задание для детей. То есть я собираю информацию, а ты обрабатываешь её так, чтобы детям было, ну, в компьютерах отвечать интересные интерактивные тесты по этикету для детей. И вот я считаю, что это в том числе благодаря тому, что он ходил в этот лагерь, он подключился, сделал мне эти тесты, всем хорошо, музею хорошо, детям, которые занимаются этикетом, хорошо, ребёнку хорошо, так как он сдал этот проект. Уже дальше мы обговорили на работе возможность привлечения его как компьютерного волонтёра, и уже у нас есть новые проекты, которые мы тоже хотели бы вот с компьютерной точки зрения, чтобы он нам помогал их реализовывать. Глеб, слушай, это просто потрясающе. Ты себя почувствовал, ну, значит, человеком просто этого. Ты сделал настоящее дело и действительно помог и музею, и школьникам, которые туда приходят. Мне кажется, мне просто повезло. Как вот на тебя влияет такое полезное лето, когда ты не предоставлен сам себе, а когда ты занимаешься чем-то полезным? Чувствуется это, то, что меняешься в лучшую сторону. Я пришёл домой и понял то, что теперь я могу помогать людям в работе с компьютером. Как маме, естественно, мне приятно и гордо, что даже вот в рамках моей профессиональной деятельности он помог, что если какие-то моменты дома по компьютеру я обращаюсь к нему, подскажи, да, там, например, или там папа обращается. И в любом случае это развивает интеллект, и даже если дальнейшая его деятельность не будет напрямую там связана с компьютерной деятельностью, в любом случае это расширяет горизонты и вообще общения, и знакомства. И какую сферу он не выберет, всё равно компьютеризация сейчас идёт везде. И какие-то навыки выше, чем просто пользователь самый простой, они в любом случае пригодятся. Давайте сейчас попробуем подвести итог, какие, так сказать, лайфхаки родительские для лета срабатывают и помогают организовать быт, питание, какой-то досуг детей, а какие, ну, сразу заведомо не работают. Я вспоминаю, у нас было при школе, какой-то летний лагерь при школе, и там вот именно после школы, какую-то там парочку, пару недель, вот после каникул, после окончания учёбы, вернее, именно с ними занимались такими творческим направлениями. Они ходили в театр, они ходили в музей, они ходили вот в такое какое-то направление. То есть детям, моему ребёнку это очень нравилось. Девчонки, я так понимаю, что у вашей мамы очень много всяких фишечек и лайфхаков. Расскажите, что она делает для вас, как она организует ваш день, если вам приходится на каникулах остаться дома одним. Или уже сейчас вас не надо организовывать? Не надо. А раньше? Раньше как-то... Вешала ли она вам списки? Нет, нет, нет. Давала ли она вам задания, испеките к моему приходу пирог, например? Как-то это, когда я была поменьше, как-то мне самой хотелось порадовать, как-то самой попробовать что-то сделать. Если ты сидишь там летом, а если дождь, если ты один, как бы, то как-то, ну, занять себя, потому что у нас не было привычки, что занять себя это там посмотреть телевизор, потому что, ну, как бы это не приветствовалось. А что приветствовалось? Ну, как-то какой-то саморазвитик там играть. Мама накидывала вам варианты, а еще можно вот это, а еще можно вот это. Ну, как-то... Нет, ну, иногда мы, конечно, спрашивали как-то... Ну, бывало, конечно, что как-то заканчивалась фантазия, и тогда мама что-нибудь, да, предлагала что-то. Например? Ну, это... Иногда это были какие-то дела по дому, но как-то они были в достаточно, ну, как-то, может, игровой форме. Часто мы очень маме на кухне помогали. То есть не так, что вот прям вот как на кулинарных курсах, если ты это не сделал, что там ты не сдашь что-то. А как это было добровольно, и это было по своему желанию, и это нам очень нравилось. То есть помогать в кулинарии, ну, это как-то всегда приятно, что ты это сделал сам. Ли, это на самом деле здоровская возможность научиться готовить. Просто вот это вот желание разбудить в детях сложно. Лина, у тебя готовят дети? Я так поняла, что не очень. Ну, если старший готовит, то лучше бы он не готовил. Почему? Потому что потом приходится всё это от масла, от жира убирать мне. У нас не очень с готовкой. Папа, правда, научил жарить картошку, яичницу, чтобы мальчик умел себя хотя бы, ну, прокормить, если надо. Но такого, чтобы Глеб, например, пошёл и что-то там испёк, или сделал, у нас такого нет. Ты запрещаешься, бьёшь их по рукам, не даёшь им продукты. Ну, просто я думаю, что должен быть интерес, и если интереса нет, то... Я квартиру сожгу. Почему ты так в этом уверен? Потому что когда я готовила блины, у меня сковородка загорелась. В этот момент ты не растерялся? Что ты сделал, когда загорелась сковородка? Так, что я там делал? Ну, я что-то сначала водой, потом вспомнил то, что если в воду в кипячёное масло, то ещё хуже станет. И тогда? И тогда я просто попытался блин ему происковородку, потому что, по-моему, там как раз блин горел. И его под кран закинули. Ну, всё хорошо закончилось. Мне кажется, что вот такие происшествия – это вот прям один из страшных страхов родительских. Вы инструктируете детей дополнительно «не трогай то», «здесь выключай». Младшие все знают, что пальцы в розетку ничего не сувать, что если там что-то загорелось, что лучше просто возьмите там подушку, покрывало, накройте. То есть вот такие вот они моменты безопасности знают. Не, ну, базовые моменты, конечно, но бывает, прилетает оттуда, откуда ты не ждёшь. Вот Глеб, например, просто взял покрутить обруч. И в этот момент и взрослые были дома, и слышен звон стекла. Просто разбил люстру, поэтому инструктирую, не инструктирую. А когда они дома одни, и ты на работе думаешь, и что же сегодня будет? Юля, кстати, вот ты себя накручиваешь или ты стараешься об этом не думать? Я не накручиваю себя, во-первых, когда ты на работе, сильно думать нет, когда потому что очень много задач стоит, которые ты решаешь. А по факту приходишь, и потом начинаешь разбираться, что же произошло. Наверняка мы можем вместе с вами выработать прямо сейчас какие-то правила, которые помогут и всем родителям тоже. То есть что хотя бы стоит попробовать для того, чтобы организовать каникулы в городе? Городской лагерь – это естественно. Так, это прямо на первом месте. И вот я бы всё-таки советовала планировать день ребёнка, ставя маленькие и несложные задачи. Это очень дисциплинирует, и ребёнок занят чем-то. Но вот мы только что слышали, что не всем детям подходит. Иногда вот родители предлагают, а ребёнок игнорирует этот план. Тут уже нужно поговорить с ребёнком, именно со своим ребёнком, и понять, хочет он, вы с ним договоритесь или нет. Мой ребёнок, я с ним договорилась, и он принял это. В любом случае, даже если вот мы пришли, он не выполнил, чтобы просили, но день не выполнил, два, всё равно надо задачи. И мы также ставили всё равно прочитать 30 минут, например, сделать то-то. Потом, конечно, можно там вечером, ну, раз ты не сделал, там, извини, можно мороженое, нет, нельзя, потому что ты, как говорится, не выполнил, ну, я не буду выполнять. Мотивация у них всё равно должна быть какая-то, да. И вода камень точит, поэтому планировать, и какие-то задачи пытаться надо. Не использовать метод кнута и пряника, да? Глеб, насколько эффективно вот это вот, свороженым, это манипуляция? На все, наверное, сто процентов. Лена, ты используешь вот эти все, вот если вы это не сделаете, то я тогда не дам вот этого. Ну, нет, у меня такого шантажа прям нету. А это, кстати, шантаж, как вы считаете? Ну, смотря в какой форме, препонести это, да. То есть не то, что я тебе дам тот, а ты сделаю это. Надо очень аккуратно, очень, ну, то есть это чтобы выглядело не как шантаж, а как, ну... Я, например, всегда говорю, ну, если ты мою просьбу не уважаешь, да, я тебе попросила, ты её проигнорила, ну, почему твою просьбу должна уважать я исполнять? То есть это даже я скорее ставлю это как эффект бумеранга. Относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Ты ко мне не относился так, хотя я тебя просила, просила, да. Ну, поэтому тогда, ну, я тоже имею право как бы негодовать или отказать тебе в твоей просьбе. Почему нет? Лен, какие методы оказались эффективны вот в вашей семье? Методы поощрения, наверное, когда ребёнок не ждёт, а вот это вот мы его вывозим, куда-то вывозим детей на, там, в Москву или какие-то другие экскурсии, и говорим, вот вы там молодцы, там, сделали то-то, там, поучаствовали в соревнованиях, и вот вам такой вот всё маленький сюрприз. И, конечно, это у них эффект вау. Им хочется делать дальше что-то для, и для себя, и для родителей, и вообще всё вместе, как-то это, они более дружной становятся. То есть когда они видят, что их потребности родители слышат, да, и хотят им сделать приятное, соответственно... Да, да, да. Они хотят вернуть, что ли, эту любовь. Вернуть, да, они намного как-то открытые становятся, они добродушнее, весёлые, и как-то вот всё это гармонично и счастливо, и все. Но вы согласны, что всё-таки вот как-то каникулы продумывать надо, что пустить на самотёк не получится? Да, нужно, нужно правильно это планировать обязательно, потому что они, казалось бы, три месяца, но они пролетают очень-очень быстро, и хочется за эти три месяца не только, чтобы он там гулял, веселился, но и так же как-то и развивался, что-то там сделал по учёбе, те же книжки прочитал, поэтому да, планирование обязательно нужно. Только вот мне иногда жалко бывает, это, наверное, мой минус, я так думаю, ну, он ему ещё там учиться столько, да ладно, пусть отдохнёт. А потом уже за две недели до школы он где-то уже там забыл, и просто уже начинаешь, давай делай, давай делай, учитай. Это ты имеешь в виду вот эти списки пресловутые по программе? Да, 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 да. Сначала это как-то, ну, ладно, отдохни, то есть вот это, наверное, моя жалость, то, что он всё-таки ещё ребёнок, там ещё кто-то учился, там ещё ему учиться, это, видимо, сыграет. Получается, жалость вредит. Да, 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 ну я не могу такое без неё, мне их жалко. Ну, например, если читать книги, мы тоже планируем, и Глеб, думаю, что подтвердит, что вот я тоже, я мама, наверное, тиран, которая прочитала ли ты сегодня, какую книжку, давай посмотрим, что ты дальше. Я немножко держу это на контроле, потому что вот я согласна с Еленой, когда останется мало времени, прочитать даже одну большую книжку будет нереально. Поэтому лучше вот это вот постоянное как бы напоминание, даже иногда вот какой-то там, нет, давай вот сейчас пойди почитай 40 минут, а потом ты пойдёшь с друзьями, или потом ты поиграешь в компьютер. А потом среди года, когда много учёбы, и вот я думаю, Глеб не даст соврать, он говорит, мам, спасибо, что ты меня немножко тогда как бы заставила, да, в какой-то момент, а вот сейчас мне это читать не надо, я могу делать уроки, потому что я бы не успела и прочитать «Горе от ума», например, и сделать уроки полноценно. Вот такие фразы звучали. Правда, Глеб? Это в школе каникулы, а в родительстве каникул, конечно, нет и не может быть. И поэтому, чтобы нам всем с вами не было мучительно больно за бесцельно потраченные 92 дня лета, я присоединяюсь к мысли составить план. План каникул и маленькие планы каждого дня. И, конечно, не бойтесь находить детям занятия с образовательным компонентом. Они всё равно всё время чему-то учатся. Пусть учатся хорошим. Давайте на этом сегодня поставим точку.